Здравствуйте, друзья! У нас в студии гости. Подарочек вот мне привезли из Казани. Тибетейка, правильно? Да, правильно. Тибетейка. И они необычные гости. Они у нас тут в школе, естественно, там учились, но они обе из одного места приехали на карте США, в районе Майами, правильно? Да. И их зовут одинаково. Вот у них разные мамы, разные папы, а назвали их одним и тем же именем Гульназ. Правильно вы? Да. Вот. Ну, Гульназы, рассказывайте, как вы к нам попали? Попали по referral of our best friend Диляра. Она направила нас в эту школу с Майами. Мы приехали сюда в феврале, закончили школу в апреле. Сейчас уже прошли свою практику и у нас путь обратно в Майами. Я хочу сказать, что Диляра у нас снималась на канале. Те, кто нас давно смотрит, они год назад ее здесь видели. Вот я помню, вез ее в автомобиле, мы ехали из аэропорта и снимали в машине. Вот. Она очень успешная была, правда? Она так только приехала, сразу бахтер. Сразу нашла работу. У нее два оффера, по-моему, были очень. Она еще выбирала, раз пять мы с ней по телефону разговаривали, какой оффер взять. И она каждый раз новые детали. Я каждый раз думал, ну уже все же, мы разобрались с новыми деталями. Это очень такой... Трудно жить, друзья, трудно. Хорошо. Так, а может быть, вы скажете пару слов про Майами, вот, Форт Лаудердейл, да, вы оттуда? Да. Как там вообще для жизни? Погода немножко жарковатая, душно у нас. Но для жизни прекрасно. Я привезла маму четыре года назад, ей очень нравится. Погостить или совсем? Да, совсем. Хорошо, это мудро. Да, да. И ей очень-очень нравится, поэтому всем советую. Жилье у нас дешевое. Жилье. Знаете, что я вспомнил? У нас была девушка из Татарии, из Казани как раз. Очень-очень прикольная. И я ее спрашиваю, значит, как раз тоже в аэропорту было дело, я ее там снимаю на эскалаторе. И я говорю, вот ваша мама, как, значит, вот что она сказала. Она говорит, мама сказала, ты давай там обустраивайся, а я тогда куплю шорты, сумку красивую и приеду к тебе в гости. И я говорю, а что мне ей сейчас-то шорты не купить? Она говорит, ну сейчас-то, говорит, ей не положено по возрасту, где она в шортах пойдет показания. Да. Да, у нас в Майами ходят шорты круглый год. Да, да, у меня мама приехала, стала сарафанчики одевать, шортики стала одевать, это уже стало естественно для нее. Ну, подождите, но мама, именно мама там, не папа, не папа, только мама. Но мама, ну, как бы сказать, вот эти, ну, уже постаршие люди, которые, они там как-то чувствуют себя помоложе, как бы, вот, может быть, там даже какие-то кавалеры вокруг? Ну, конечно. А, то есть есть такое? Естественно. Окей, хорошо. То есть нет проблем с кавалерами там в Майами-то? Проблемы есть, конечно же. И для молодых проблемы с кавалерами, и для взрослых. Да вы что? Ну, вы замужем же обе? Да. Ну, уже, слава богу, уже можно успокоиться. А деток нет еще? Нет, нет. Ну, тоже еще все впереди. Как что называется? Enjoy your life. Пока молодые, пока сил много, энергии много, можете в профессии развиться. А вот в Майами, вот эта часть, для новичков, нормальное место. Вот ты приехал, я не знаю, грин-карт-лотерейщик. Вот он приехал. Вот можно жить? Да, можно. Но мне кажется, лучше в Калифорнию сразу приезжать. А вы только что сказали, что у вас дешевле там? Да, дешевле. Но здесь возможностей побольше. А что же вы уезжаете обратно-то? Пока обратно, а потом посмотрим. Вот так вот. Ну, хорошо. Ладно, значит. А вот вы сказали, что там жилье подешевле. Сколько стоит, например, снять в нормальном месте, так, чтобы школа хорошая? Там, скажем, ванн-бедрум, апартнер. Вот как сейчас тут стало там 2-300 в наших местах? За 1200 можно снять хорошую квартиру. То есть хорошую? Смотрела на океане? 3, да? Ой, нет, 1300. На океане? 1300, по 3. 1300 на океане. Ну, если от школы, конечно, тоже многое зависит. Если школа очень хорошая, то дорожает. То есть за полторы можно прекрасно одну комнатную квартиру снять. То есть... На океане? Не обязательно на океане. На океане там нет школы, нормально. А, нормально. Да, но если немножко вглубь, там есть хорошая школа. А где люди работают? Вот чем занимаются люди, живущие в Майами? Очень много real estate. Продают? Угу. А кому? Туристам. Инвесторам, да. А русским? Хорошо. Хорошо. Так, ну... То есть в бизнесе как бы. А вот именно по найму. Ну, кроме ресторанов, я понимаю, что там туристическая индустрия мощная. Кроме ресторанов, гостиниц, вот есть какая-то работа? Ну, конечно, есть. У нас в Forbes недавно вышел артикль, то, что South Florida, то есть Miami District, станет следующей Silicon Valley in the next 10 years. В технологическом? В технологическом, конечно. Там у нас намного дешевле, поэтому IT-компании переезжают туда, меньше налогов платить, и также прекрасная работа, прекрасная погода. А почему у вас налогов меньше? Вот от штата штата зависит. А, то есть налог штата меньше у вас? Да. Как интересно. И тут же можно там... Пописал код какой-то, я на пляж, я там потестировал, и на пляж. Да, да, да. А вот ваша подруга, Диляра, работает ей до пляжа далеко? Нет, у нас везде 20 минут до пляжа. Да, по-моему, там даже 5 минут до пляжа. Даже меньше, да. Она живет прямо буквально там через дорогу от океана. Да. И работает? А, работает она, по-моему, в Майами. Слушайте, а вот это не криминальное место? Там нет преступности? Вот так безопасно ходить вечером? Ну, зависит от района. То есть, если жить поближе к океану, то там более благоприятная среда. А если там... Только дороже. И дороже там. И дороже там, конечно. Ну что же, то есть вы как бы в целом довольны? Конечно. Конечно, да. А вы не скучаете по Казани, по Татарстану? Может быть, вы думаете, пойду в Казань, в Кремль схожу? Ну, ездите в гости, конечно же. Ездите? Ну, хорошо, мы с вами, можно сказать, все казанские, я там в аспирантуре учился. То есть, Казань для нас город, можно сказать, почти родной. Ну что же, давай... Вы не в тяннике, нет? У меня папа не в тяннике был. Да вы что? А сейчас что? Он, к сожалению, скончался очень давно. С молодым? Да, в 40 лет. Ой-ой-ой. Нехорошо-то. Ну что же, девочки, давайте так, вы уже такие красивые, молодые, замужем, профессию такую приобрели, значит, можно сказать, полезную. Вот. И вы уже тогда давайте в бой? Хорошо? Вот. И поскольку у меня уже татарская тибетейка есть, тогда в следующий раз вы уже там будете, может быть, что-то специфически флоридское. Есть там какая-то шапка флоридская? Нет. У нас есть майка с нашей эмблемкой, да? Да. В следующий раз. Ладно. Если приедете к нам в гости... Я редко там бываю, но иногда. Приезжайте. Иногда. Ладно, тогда майку, а сверху тибетейку. Да. Да, у нас во Флориде мы создали огромную татарскую общину, и вот у нас есть свои футболки с нашей собственной эмблемой. Вы чего? Да. Да. И мы собираемся раз в месяц, у нас пикники проходят. Сабантуй. Сабантуй раз в год делаем. Я хочу сказать, что после того, как Диляра вернулась обратно и нашла работу, значит, мне стали звонить... Раньше такого не было. Мне стали звонить какие-то татары из разных мест. Из Нью-Йорка, там оттуда. Это аналитики, да? И я говорю, а ты откуда проназначен? Это Диляра сказала, потом еще какой-то звонит. Диляра сказала. Я никогда не знал, что, во-первых, есть какое-то заметное количество татар, и я никогда не знал, что так они сильно в нетворке. И в таком... Да, мы все как большая семья здесь. Правда. Очень общаемся, помогаем друг другу как можно. Вот если приедет девушка из Казани. Да. Молодая, симпатичная. Да. Но через нетворк найдется сразу, может быть, кто-то матримониальный, там... Мальчик, конечно. Находится? Находится, просто мы все разбросаны. Невесту с Родины принято привезти? Невесту с Родины. Это привозят многие. Ага. Девушки, которые из Казани, современные, они еще могут плов, там, ну, что-то сготовить могут? Конечно, конечно. То есть есть такое? А то я думаю, сейчас они, знаешь, разбаловались. Говорят, иди вон пиццу возьми в холодильник. Нет такого, нет. Вот они искренне, искренне улыбаются, я чувствую, что они не такие. Да, да. Плов, манты, все татарское, мама молчила. Кастабы. Да, кастабы. Я извиняюсь, чур. Кастабы. Это такая лепешка с картошкой. Никогда не пробовала. Они приносили в школу, вы не пробовали? Наверное, пробовал, я название не знал. Наверное, да. Так, подождите, а вы кто-нибудь замужем за американцами или за кем вы замужем? Нет. За русские. Оба? Нет, я. А вы? Свои. Все свои. Угу. То есть, скажем так, у вас мужья в состоянии оценить лепешки и там эти все ваши кулинарные изыски. Да, конечно. А то мне Наташа, нет, не Наташа, Оля Брукман жаловалась, что вот ее муж не хочет кушать вот это вот. Вот она пиццу возьмет, там, дринк какой-нибудь и все. Угу. Вот. Она ему готовила, а он не оценил. То есть, Маша ценит. Ну, наверное, свои только, да, может. Да. Ну, что же, хорошо. То есть, просто если кто не знает, девушки из Татарии хорошо готовят. Да. Да, факт. Факт. Факт, да. Ладно, девчонки, значит, вы уже как бы домой собираетесь там, во Флориду, а вы друзей тут, наверное, завели, правда? Очень много, да. Ну и как же вы теперь будете с друзьями-то? А ничего страшного. Пасхарьку. Пусть приезжать в гости. Ну, значит, да, у вас такое место мимо не проедешь там. Да, это правда. Да. Слушайте, Аганя, знаете что? У меня вот есть вот эта ваша шапка, а предпоследняя у меня вот тут. Царской армии. Ой. О. Да, но я в этой жилеточке и в маечке, я себя чувствую как атаман какой-нибудь. Какой-то зеленый. Да, значит, ну, ладно. Тогда, в общем, без головного убора я с вами попрощаюсь. Так мы вам ручкой все помашем. И, значит, в общем, давайте мы все будем за девушек там переживать, смотреть, как у них дальше пойдет. А так, в принципе, на больше уже мы не рассчитываем, что они замужем. И, в общем, так вот. Все, кто сразу заинтересовался, пусть не волнуется. До свидания, девчонки. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова